Они познакомились в годы войны и до сих пор вместе. Дочка, три внука, трое правнуков. А тогда, во время Великой Отечественной, приходилось только мечтать, лишь бы живыми остаться. Было страшно, конечно. Там же и сверху, и снизу, и со всех сторон били. У меня был повар, шеф. И ему прямо в разливную попал снаряд, и его било. А я осталась. Дочерина с гордостью показывает фотографии родителей с фронта. Большинства их боевых товарищей уже нет в живых. Подвиги старших для семьи – большая ответственность. Я детям, своим внукам это передаю. Потому что тот, кто забывает свои истоки, свои корни, к сожалению, не имеет будущего. Когда есть возможность рассказать о своих дедушке и бабушке, они ее не упускают и гордятся, конечно. После окончания школы Василий Шубин выучился на шофера. Эта профессия пригодилась ему на фронте и стала самым главным делом всей последующей жизни. В военные годы Василия Ивановича отправили в действующие войска в качестве механика-водителя. А потом командование перевело его в разведку. Помню, как немцев били, как ловили живых. Ой, тяжело очень вспоминать. Вера Яковлевна во время войны работала поваром. С Василием Ивановичем, своим будущим мужем, познакомилась прямо на фронте. Вместе переносили все тяготы военной жизни и мечтали о мирном небе. Залезу мыть котел, вылезу вся, как Дед Мороз обмораживает. И руки поморозила, и ноги поморозила, валенки примерзали до ног. Вера Яковлевна в мае отметит юбилей. Ей исполнится 100 лет. Через три года Шубина мечтает отпраздновать 70-летие совместной жизни. Сегодня в окружении родных каждый прожитый день для супругов – это своя маленькая победа.